друзья приветствую вас дневной обзор текущая ситуация на рынке ммвб давайте рассмотрим что сейчас происходит так но сначала давайте доллар рубль здесь у нас идет сейчас тестирование активной границы 72 и 5 72 и 6 и случае пробития на объеме у нас открывается портал и возможность соответственно в начале движения на 70 64 и потом по факту пробития возврат будет на 68 66 вот сюда вот в этот диапазон но собственно сам таймфрейме наблюдаем как идет тестирование данной границы ну я не думаю что на самом деле надолго будет пробита 73 то есть такой заход может быть в виде укола движения на 68 может быть туда пойдет заход и какое-то время там по торгуется я думаю все равно в конечном счете это приведет к отскоку и возврату выше 72 на текущий момент если даже рассматривать 15-минутный таймфрейм пока нету разворотной формации то есть вполне как бы сейчас может произойти дальнейшее пробитие 72 и 5 и в том случае если пойдет закрепление мы увидим сразу движение сначала на 70 с половиной потом если семь с половиной будет пробита движение на 69 вот но я думаю что даже если такое сейчас движение произойдет там проторговка на тех значениях до того момента пока нет не приблизиться к 40 недолго будет там торговаться рубль доллар то есть если как бы идем к 40 туда вполне как бы естественно возврат на 69 если такого не произойдет то будем отскакивать семьдесят два с половиной и 73 так далее евро рубль пробитие закрепления ниже 79 может ближайшее время привести к тому что разовьется движение на 77 но если рассматривать часовой таймфрейм и видим что здесь произошел разворот отбой по факту задерга 79 и если сейчас начнется проторговка выше 79 то здесь как бы есть цель движения которое будет на 79 33 вот но на самом деле ведь от 79 не пускают ниже вот поэтому конечно может быть пробой движения на 77 там целют которые есть в районе 70 77 и 2 но такое движение я думаю но пока нефть не будет 37 38 40 она в любом случае будет краткосрочной и последует отскок на 79 но если нефть к 40 приближается и пробивает тогда до 77 едва и потом по ситуации пробой 77 и движение на цель которая находится 73 54 вот но здесь все зависит от нефти то есть если нефть на текущих значениях то будет возврат в проторгованный диапазон так далее нефть но по нефти у нас произошел на текущий момент пробой 34 идет движение вверх и и ближайшая цель движения это перехать 36 и 4 36 и 5 в том случае если сейчас все таки будет разворот то пойдет откат цель которого движение будет находить на 32 53 если как бы часовик рассматривать для нефти более определяющий является часовой таймфрейм то здесь у нас получает следующая картина пока рост не прекращается то есть никаких разворотных формаций нету попытки разворота привели к продолжению роста вот поэтому если на часы веке у нас ближайшее время не возникает разворотной формации то цель движения 36 и 4 если сейчас будет разворотная формация подтвержденная объемом то у часа века есть сформированная цель 33 7 и соответственно если не возникает пробой 33 и 2 33 3 то сохраняется растущий тренд по нефти и соответственно ближайшее время мы увидим пробой 36 и 4 36 и 5 так вот по золото у нас произошел срыв уже есть как бы ситуация достаточно простая если не будет пробита из или не пойдет закрепление диапазона 1738 1736 то отсюда в ближайшее время после проторговки последует откат и цель этого отката это пробитие 1757 и уход на 1770 если сейчас на объеме 1738 1736 пробиваем то улетает вот сюда вот диапазон 1723 цель диапазон 1728 1715 вот ну и далее если пойдет пробить это следующая цель движения будет 1700 1680 пока здесь сейчас возможно формирование разворота и отскока соответственно цель движения первое 1748 и вторая цель движения это 1757 пока как бы на 15-минутном таймфрейме подтверждение разворота нету вот если подтверждение разворота будет 1736 так и не пробьем и не закрепимся то ближайшее время возникнет движение цель которого будет 1758 и в идеале 1770 если все-таки 1736 пробивается то пойдет откат 1 цель 1723 потом диапазон 1700 1680 так по палладе у нас сегодня феерический рост но вот пока 2100 не отработали не закрепились у него позиции достаточно хлипкие сегодняшний рост посмотрим что там будет с конечной точкой движения объемом вот если вот он на 2100 закрепиться это было бы очень хорошо если не закрепиться то но объем при этом как бы более или менее нормальный пройдет то в целом это получается у нас все равно новый уровень торговли 1950 2000 и отсюда ближайшие дни возможен следующий выстрел с целью добить цели которые 2 300 2 400 вот если откат по палладию не сейчас не произойдет не отскочит он на 1880 пока исходя из текущей картины такое движение маловероятно здесь в ближайшее время если пойдет какая какой то корректирующее движение проект при этом не будет пробита 1930 это корректирующее движение перерастет в проторговку набор позиции и дальнейший выстрел на пробой 2050 и тестирование 2100 потом цель движения 2300 2400 вот ну не спешите хранить палладии он еще может показать жару тем кто хоронит так друзья далее движение фьючерса на индекс ртс здесь несмотря на рост картина не очень такая уверенная потому что несмотря на то что нефть достаточно хорошо прет вверх вот эти вот х и так и не пробили которые находятся на 116 116 400 . ним подошли но никак их не взяли то есть таким с такой энергией роста по нефти должны были пробить закрепиться и дальше отработать цель движения которая на 130 тысяч находится в идеале ну или хотя бы вот сюда вот район сто двадцать трех тысяч сходить такого как вы видите не происходит это говорит о том что рынок наш не очень силен несмотря на космический рост отдельных эмитентов так ну что здесь у нас видите вот никак 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 вот это не протестируем двойную вершину здесь при ее тесте будет либо пробитие и полет 123 500 далее 130 или же соответственно сейчас пойдет при приближении к ней снижение объема и откат первая цель отката это сто тринадцать тысяч семьсот и потом соответственно если здесь не удерживаемся это не перерастает в проторговку предшествующую пробитию то соответственно пойдет возврат в этот диапазон и по факту консолидации в этом диапазоне если у нас позитив по нефти сохраняется будет выброс и все-таки тестирование пробой 116 тысяч если позитив не сохраняется первая цель движения 110 400 и потом уход на 107 600 108 тысяч так но здесь вот у нас по часовику сейчас ртс рисует разворотную формацию первая цель движения которой будет 113 1700 пробить и 113 600 на объеме провалит вот в этот консолидационный дипа диапазон 110 тысяч 500 112 200 пока такой сценарий маловероятен тут при столь хороших ценах на нефть скорее всего будет удержание в диапазоне 113 700 115 500